Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия» в студии Елена Черенкова и коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Владикавказе запустили трамвай Победы. Он будет курсировать все праздничные дни до 14 мая. Сегодня в нем проехали ветераны. Для них подготовили праздничную программу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Среди приоритетных направлений повышение устойчивости экономики в условиях санкций, обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, строительство школ, детских садов и автомагистралей, а также развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Стратегия предполагает, что в ближайшие годы основными туристическими направлениями в СКФО станут кавказские минеральные воды, горнолыжные курорты Момисон, Архыс, Эльбрус, ведучи Арымхи. По словам вице-премьера, куратора СКФО Александра Новака, регионы Северного Кавказа обладают значительным потенциалом для развития в различных секторах экономики. И главная задача – максимально эффективно использовать возможности, в первую очередь, на благо жителей региона. Правительство России усовершенствует работу погранпунктов, чтобы ускорить ввоз товаров в страну. Решение коснется и автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции. Он будет оборудован дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Михаил Мишустин также подписал распоряжение, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. В этом году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощенной схеме через электронный запрос котировок. Это значительно сократит сроки таких закупок. Сергей Миняйло вручил ордена мужества родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной операции на Украине. Руководитель республики выразил соболезнования родным погибших героев из пригородного района и поблагодарил их за воспитание достойных сыновей своего народа. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами мужества посмертно награждены Фидар Бураев, Сергей Висич, Артур Качмазов, Герман Тедеев, Рустам Хуриев, Аслан Зантиев и Эльбрус Дуев. Сергей Миняйло также подчеркнул, что руководство республики окажет всю необходимую помощь всеми погибших военнослужащих. Глава республики Сергей Миняйло встретился с генеральным директором головного научно-исследовательского института Роскосмоса Сергеем Кобловым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В том числе речь шла о возможности обучения ребят из Северной Осетии в ведущих технических вузах России, таких как Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана и Московский физико-технический институт. В планах проработать вопрос подготовки ребят, начиная с 9 класса. Кроме того, по приглашению руководства Центрального научно-исследовательского института машиностроения юные энтузиасты изучения космоса получат возможность побывать на тематических экскурсиях в музее вуза и в Центре управления полетами. Кроме того, Сергей Коблов передал для Владикавказского планетария уникальные экспонаты, среди которых редкие экземпляры архивных газет, а также книги, датированные советским периодом и посвященные покорению космоса. Волонтеры партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» раздали георгиевские ленты жителям республики. Акцию проводят традиционно каждый год. В этом подготовили порядка 10 тысяч лент. Акция продлится до 9 мая. В ней принимают участие все районы Северной Осетии. В планах до 9 мая провести еще ряд мероприятий. Помимо этого у нас запланировано мероприятие по поздравлению всех ветеранов, ныне здравствующих. Мы приобрели им уже подарки. И силами депутатского корпуса «Единая Россия», силами молодежных организаций, по поручению секретаря нашего регионального отделения Сергея Ивановича Миняйла мы посетим предпраздничные дни всех ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравим их, вручим им памятные призы. Также у нас планируется акция «Звонок ветерану» 9 мая. Мы депутаты государственной думы, сенаторы от партии «Единая Россия» обзвонят всех ветеранов, поздравят их с великим праздником. Во Владикавказе на линию вновь вышел трамвай Победы. Вот уже много лет стилизованный вагончик курсирует по нашему городу в преддверии 9 мая. Для пассажиров поют песни военных лет, показывают фильмы о Великой Отечественной. Сегодня в вагоне проехали ветераны. Для них подготовили праздничную программу, напоминающую далекий 45-й, когда была объявлена о долгожданной победе. Алина Цгоева подробнее. Эти песни в вагоне Победы даже звучат по-особенному атмосферой. От тех 40-х послевоенных пропитана каждая деталь. Деревянные окна и лавки, какими их помнят наши бабушки и дедушки. Свободных мест нет уже в первые минуты курсирования состава. В вагоне ветераны, бывшие работники тыла, пережившие войну в концлагерях и поневоле на чужбине. Спасибо организаторам, которые нас радуют вот этим трамваем Победы. Это радость. Радость, которая пришла к нам после 45-го года. Мы очень рады. Рады я всем организаторам, которые организуют вот такие мероприятия. Мы встречаемся, вот однополчане встречаются. И вот это трамвай объединяет и детей. По всему маршруту артисты играют ветераном. Поют условно вместе, переживаются мы первый день Победы. Каждый кадр, будто ожившая панорамой из кинохроники. Здесь появляется эффект, которого не добиться нигде. Во многом благодаря голосу Левитана. Андей Исаев, обладатель того самого баритона, приехал из Чечни и в праздничный вагон зашел впервые. Я сегодня первый раз видел действительно вот такой трамвай. Мне очень понравилось. Это действительно нужно. Это нужно, это правильно, это достойно. Именно мы должны вот так наших ветеранов в День Победы возить, встречать и сделать целыми днями им внимание. Потому что они этого заслужили. Остановки редкие и короткие. Маршрут свой. Его разработали специально к акции для ветеранов. Трамвай Победы на время стал передвижным музеем памяти, зайдя в который, словно попадаешь в то далекое время, когда все только что узнали, война окончена. Программа, которую показали в вагоне, как отметили организаторы, ориентирована как раз на молодых, как часть большой работы по патриотическому воспитанию. Очень важно проводить мероприятия для нашей молодежи, чтобы они не путали тему Великой Отечественной войны с другими какими-то темами, чтобы они понимали, что такое на самом деле был фашизм. Потому что свидетели, они рассказывают все так, как должно быть. На линии исторический вагон будет до 14 мая. Уже по традиции пассажирам включат фильмы о Великой Отечественной войне. Маршрут ретро-трамвая начинается у остановки Площадь Победы и заканчивается здесь же. Примерное время круга полтора часа. Алина Цгоева, Алана Бзыкова, Новости Осетии. До празднования Дня Победы остаются считанные дни. В Северной Осетии, как и по всей стране, идет активная подготовка. Мемориалы и памятники солдат Красной Армии приводят в порядок. Благоустраивают их в рамках акции «Мы вместе, активисты Народного фронта». Одним из первых к движению присоединились добровольцы из Северной Осетии. На субботник вышли и приезжие из Донбасса. Залина Газаева продолжит тему. О том, какой ценой был завоеван мир, Наталья Самойлова знает точно. Ее отец прошел всю войну от Костромы до Чехословакии. О событиях тех лет вспоминать не любил. Переживать такое еще раз, пусть и в памяти, было непросто. Женщина рассказывает, День Победы для их семьи всегда был особенным праздником. Несколько месяцев назад была вынуждена оставить свой дом весеноватой. Говорит, не столь важное местонахождение, чтобы хранить память о героях. Сегодня решила принять участие в акции Народного фронта. Не было новостью о том, что нужно прийти, помочь здесь немножко убрать. Это как у вас комплекс находится. Здесь я понимаю напечатанные фамилии тех участников, которые сложили голову именно здесь. Это может быть односельчание этого поселка. И я тоже рада, что везде не забывают о том. И я считаю, что это должна быть преемственность поколений, чтобы будущее поколение не забывало никогда. Помнить подвиг солдат, которые отдали жизнь за мирное небо над головой, приучают и молодежь. Для подрастающего поколения это особенно важно. Ребята говорят, у себя на родине тоже ждали 9 мая и готовились к нему. Мы это организовывали, субботники, еще что там. Всякие постановки ставили, сцены. Мы собрались, чтобы убраться, потому что все заросло. Сейчас приезжие живут в санатории Томиск. Здесь воспитательную работу проводят активно и особенное внимание уделяют развитию духа патриотизма. Я думаю, что эта акция носит такой патриотический характер. И наши дети, гости, пребывающие в нашем центре, навсегда запомнят имена тех героев, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом над головой. Субботник в рамках подготовки к Адью Победы организовал Народный фронт. Акция уже стала ежегодной. В этот раз уборку мемориалов провели в Алакирском районе. Все эти мероприятия направлены, прежде всего, на воспитание молодежи, на сохранение исторической памяти. А прежде всего, это нужно работать для детей, для молодежи, которые, допустим, по сравнению с нами, намного меньше общались с ветеранами, с участниками войны. И вот их нужно приобщать к этому намного активнее. И мы это делаем, и с нашей молодежью, и то, что их гости подключились, это, я считаю, очень хорошо. Акция будет продолжена. К 9 мая все мемориалы и памятники в районах республики приведут в порядок, как дань памяти тем, кто сложил голову во имя нашей свободы. Зарина Газаева, Диана Кабалотти, Новости Осетии. В лагере музей Садонского свинцово-цинкового комбината нуждается в срочном ремонте. Здание является историческим. 150 лет назад там был завод. При том, что сам музей открыли в 2004 году, состояние здания пришло в негодность. Протекает кровля, в помещениях постоянная сырость, а на стенах плесень. По словам директора учреждения Жанны Басиевой, это негативно влияет не только на общее восприятие посетителей, но и состояние экспонатов. Нам необходим ремонт очень срочно, чтобы наши экспонаты были в должной сохранности. Естественно, атмосферные какие-то колебания вредны для экспонатов, поэтому нам ремонт нужен очень срочно. В администрации лагера нашей съемочной группе пояснили, что здание отремонтируют в этом году. Работы будут проводить поэтапно. Это займет около двух лет. Средства уже заложены. В 2022 году это первый этап, который начнется. И общая сумма это на 2022 год 8,6 миллиона. И такая же сумма примерно предполагается и в 2023 году. Плюс еще один миллион выделяет из своих средств муниципальное образование Аллагирского района. Во Владикавказе открыли первый газетный киоск торговой сети НОКБОН. В нем порядка 30 федеральных изданий и вся республиканская муниципальная пресса. В наличии также сувениры и книги в этом году планируется открытие еще пяти киосков. Из них четыре в районах. Кировском, Моздокском, Дегорском и Правобережном. В киосках можно оформить и подписку на всю периодику в несколько раз дешевле. Мы возвращаем в нашу республику государственные киоски. Именно государственные киоски, где можно будет купить и свежую прессу, и книги. Проект реализует Комитет по делам печати массовых коммуникаций республики в рамках госпрограммы развития средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Северной Осетии. Киоски НОКБОН будут функционировать под управлением издательства ИР. По словам заместителя председателя Комитета по делам печати массовых коммуникаций Мадина Габаловой, архитектурные проекты киосков НОКБОН разработали в зависимости от того, в каком типе застройки устанавливается объект. У нас несколько типов объектов. Первое, они градируются в зависимости от того, в каком типе застройки устанавливается объект. Вот этот киоск, условно называемый «Гора», мы ставим в современные застройки. Второй киоск, он имеет совершенно другое архитектурное решение, мы условно называем его «Куб». Порядка десяти поставщиков и все российские. Рынок сбыта тоже налажен. Основным заказчиком продукции иравской швейной фабрики является «Газпром». Женские и мужские, летние и зимние формы для безопасной работы. Около 50 тысяч единиц специальных защитных костюмов делают за год на производстве. Лидия Цахилова побывала на предприятии. Из этой бязевой ткани будут шить спецодежду, куртки и комбинезоны. Здесь около 80 слоев разрезанного полотна. После их краят специальным ленточным ножом. Точность до миллиметра. Шум от швейных машин и станков здесь не прекращается. Изготавливают мужские и женские костюмы, летние и зимние, утепленные жилеты. Все то, что необходимо для безопасной работы. Основной заказчик – «Газпром». Все сырье российского производства и закупается заранее. Вот такие у нас кнопки. Идут пуговицы маленькие, пуговицы большие. Нитки у нас всегда в достатке. Альбина Тавасеева в спецбригаде с прошлого года. Рассказывает, рабочий процесс проходит в штатном режиме. Объемы производства на том же уровне. Мы делаем закрепку, петлю, пуговицы шьем, кнопки. Без работы мы вообще не сидим. То есть у нас все как надо. То есть вот этот импорт весь сейчас закрывается. И мы вот работаем. Год мы выпускаем около 50 тысяч единиц изделий. Это где-то на приблизительно 90 миллионов год. У нас несколько десятков поставщиков. Все российские производители. Мы получаем ткани, смесовые ткани. Так как производим рабочую одежду. В этих коробках уже готовые защитные костюмы и жилеты. Их отправят уже на днях в Южкар-Алу, Тулу, Санкт-Петербург и другие города России. Лидия Цахилова, Диана Кабалоти. Новости Осетии. Ежегодный турнир под названием «Это наша победа» прошел во Владикавказе. Его организует интеллектуальный клуб «Альбус». По традиции участникам нужно было правильно ответить на 21 вопрос. Все они были связаны с темой Великой Отечественной войны. Свои знания проверили жители со всех районов республики. Это представители образовательных учреждений, политических партий, общественных организаций, администрации местных самоуправлений. Всего 27 команд. Лучших наградили грамотами, кубками и памятными призами. Победители будут представлять нашу республику на турнире СКФО в Грозном. Очень приятно сегодня принимать участие в такой игре, которая посвящена самому, наверное, важному празднику – Дню Победы. Наша команда принимает участие не первый раз. И далее также мы будем участвовать и выигрывать. Каждый год постараемся давать очень интересную информацию, которой нет, допустим, в учебниках. И стараться более новые интересные факты вскрывать с помощью, естественно, архивных источников. Стараться сделать этот турнир более насыщенным содержательной частью. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Спасибо за внимание.